Одеваюсь, варенки одеваю, варежки, шапку, видите, на себя сколько возможно. И сплю. Куда деваться, если у меня больше нет другого жилья? У Надежды Лапоновой дочь 17 лет и внучка 5 месяцев. В их доме сейчас нет ни воды, ни отопления. Их соседями стали бомжи. Проживаю я в этом доме 37 лет. Здесь родилась и дочка, и внучка. Эта история началась, когда мастерские ресурсы собирались строить дома. Ходили ихные риэлторы. И мы писали, каждый писал заявление, кто что хочет, в каком районе получить жилье. Ну, разумеется, я писала, пусть даже будет хрущевка, соответственно, чтобы со всеми условиями. Они предложили нам на Глинке 7 комната, 21 квадратный метр. На одну соседку она занимает 2 комнаты, и мы. Начали мы судиться. Верховный суд отменил решение. По санитарным нормам это жилье не соответствует. Застройщик мастерских ресурсов предложил нам, я вам 200 тысяч доплачиваю и въезжайте. Ну, понятно, что я не согласилась. Он говорит, ну, тогда вот я вам даю полтора миллиона и ищите себе жилье. За полтора миллиона мы не нашли жилье. Первый раз за все время у нас происходит некий конфликт интересов. Ну, я понимаю Лапонову. Конечно, мне хочется урвать что-то, взять что-то большее. Но всему есть определенная цена. Я позвал государственного Лапона. Говорю, что вы хотите? Дай мне 3 1-комнатные квартиры. Я сказал, ну, у меня таких нет возможностей. Мне дают банные деньги на определенную некую сумму. И банк меня контролирует. Она уже как бы потрачена. Ну, я готов еще раз решить, ну, другую комнату. Давайте. Нет, дай мне 3 1-комнатные. Ну, это чересчур. Это много. Ну, дать тогда 2-комнатную квартиру. Ну, это нереально. Это не суразно. Жилищный кодекс нам говорит, что граждане, проживающие по договору социального найма, должны быть переселены в иное аналогичное жилье, не хуже того, в котором они на данный момент проживают. Не большее, не красивее, не новее, а просто в не худшее жилье. Они проживают в коммунальной комнате площадью 18 квадратных метров. В новом жилье должна оказаться комната не меньшей площади. И вот места общего пользования в этой коммунальной квартире должны быть оказаться также не менее занимаемыми. Закон предусматривает, что квартира, да, новое жилье должно быть благоустроено, находиться в черте того же города, то есть только в пределах города Уфы. Приняли решение создать госпожу Лапонову комфортное проживание в данном доме. Поставили ей бронированную дверь, горячую, холодную воду, оборудовали санузел, поставили хорошую электроплиту, составили вот акт, где госпожа Лапоновна пишет, что созданы ей комфортные условия для бытия, что она довольна. Мы, наше намерение, пусть она сейчас живет в этой комнате, или в целом доме даже одна, значит, мы сейчас будем ей покупать новую комнату, которая еще лучше будет, обедствовать всем нормам и правилам законов, и подадим опять в суд. Иного выхода я не вижу. Мы не бандиты, мы не жулики, мы честная, порядочная фирма и честно решаются для всех вопросы. Восемь из двенадцати бараков, находящихся на территории строительства новых домов, было расселено. Мечта Надежды Лапоновой, можно сказать, исполнилась. Теперь в ее распоряжении находится не то, что квартира, а целый дом. Анастасия Ходик, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.